МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снежный снайпер. Удельниками региональных споборниц в Гомеле стали 350 юных спортсменов. А зараз об этом и иншим больше подробязно. В Минском храме Всех святых под эгидой Белорусского союза Жаншин прошла акция «Калядные отсуды». И главным удельником стал мазырский детячо-юнацкий танцевальный ансамбль «Полеская зорышка». Спектакль под названием «Семья – это життё маё», який представил творчий коллектив, дал старт для самых разных инициатив, накерованных на умоцывание Институту семьи в Беларуси. Подробязности в наступном сюжете. Храм Всех святых у Минску – саправды символичная месца для презентации спектакля «Семья – это життё маё». У Белой зале церквы гоноровые гости мероприемства убачили дзятей, які продемонстровали свой талент литерально усяму свету – от Японии до Голливуда. Насыщенное життё и перемоги для коллектива – не только нагода для гордости. Это таксама махчимость проявить доброню и клопот усім, хто их чакая. Мы принимали участие с благотворительными концертами, и эти средства шли для нашего города, для Минска, для области на медицинское оборудование. Гуманитарная помощь из Европы, где мы принимали участие в разных конкурсах, фестивалях и также ездили по программе Чернобыля, мы также привозили для страны очень многое, для детских домов, и потом детки из этих же детских домов оздоравливались за рубежом. Инициатором створения спектакля стало кераунитство Мазыра. Минулый год у городе был обвешаный годом семьи. Таму распаусюдить идею об семейных каштовностях имкнулись розными методами. Утым лику простворчасть. Семьи разные, и где-то, конечно, со стороны государства мы должны оказать им поддержку. Но наша молодежь – это наша сегодняшняя и наша настоящая будущая. Поэтому инициатива для того, чтобы поддержать талантливую молодежь, ну и, конечно же, больше внимания уделить семье. И семейным ценностям. Так возникла идея создания вот этого социального проекта. Социальный проект. Миновито так позиционуют Мазыра не свое творение. Спектакль – это сбор истории, які увасабляют разные семейные проблемы. Дети, правда, помося дорослых, рассказывают эти истории и пропануют шляхи выращения усих тяжкостей. Слезы у вачах Глядачоу – лепшее подтверждение. Своей метой артисты досягнули. Мы, взрослые, очень хорошо знаем, чего мы хотим от своих детей. Какими мы их видим, что должны делать наши дети, как они должны себя вести, как они должны учиться. Но мы практически не знаем, что же хотят наши дети от нас, взрослых, от нас, пап и мам. И вот наша первая акция, наше первое рождественское чудо – это то, чтобы наши взрослые услышали своих детей. После спектакля «Союз Жанчин» разом с сабрами и партнерами обмерковал корыстные идеи, які допомогуть беларуским семьям переодолить проблемы. У их лику навод так званы «Батьковский университет» – курсы поляпшения семейного життя. У Гомельской областной организации Беларусского союза Жанчин так само есть конкретные планы на 2021 год. Одна из тех проблем, которые мы хотели поднять в этом году – это насилие в семье. Сегодня мы прорабатываем вопрос и на диалоговых площадках обсуждаем ее. Это внесение в Конституцию, в законопроекты, нормы, в которой было бы закреплено обязательное для семей, в которых есть это насилие, прохождение психологической помощи, ну и других моментов. Акция «Калядное отсюда» стала початком целого шерега мероприемств, которые подрихтовал Беларусский союз Жанчин. Они будут разных направлений, закрепить разные аспекты социального життя, но наибольшую приоритетность – их захоронность семьи, потому что народное единство немогчимое, без вечных стоимости. Миколай Скенсиян, Валерий Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». Порывы трубопровода, разгромитизация тепляльных приборов. Моцным морозом кнулся вывести со строя обсталявания и объекты, от которых залежит безпека и комфорт насильства. Але позаштатных ситуаций за тыдень было усягло некольки. Зыхлитеральная пара, запоминальных для супрацовников жилево-коммунальной господарки. На выправление остальных тратились литеральные годины. Як ЖКГ, Гомельщины працвала у морозной ДНИР, репортаж Марыны Северьяновой. Обследовали все подвалы, убрали какие-то ситуации, которые могли вызвать аварии и размораживание систем. За время этих морозов появилось две заявки. Но температура воздуха, мы обследовали эти квартиры, температура воздуха составляла социальный стандарт 18 градусов. Но вместе с тем нами было принято меры, чтобы как-то все-таки повысить температуру. Люди-то привыкли, что теплее, правильно? Да, да. И мы обращались к обл. теплосети, к гор. теплосетями. И вместе решали этот вопрос. И, собственно говоря, на следующее утро все нормализовалось. Спускаемся у подвала одного из домов по улице Волгоградской. Некоторые же хоры скарделися, что под час мороза у квартиры было холодновато. Но нормативы все-таки выполнялись. Они же из-за 18 градусов температура по ветру в покоях не опускалась. Все показчики-специалисты могут отсажить на отлеглости. Так само все важны и вот на этих экранах. Сам прибор, с помощью которого мы можем отслеживать температуру подачи и обратки теплоносителя, с помощью которого регулируется подача теплоносителя, мы здесь можем отследить мгновенный расход, сколько на данный момент заходят теплоносители в этот дом. Ну и помимо этого контролировать расход ежемесячно и в зависимости от этого выставлять определенную сумму для оплаты жильцам. И все-таки за тыдень у Гомелей в области ситуация часом выходилась под контролем. Некоторых в выпадках доводилось прибегать до допомоги выротовальников. Але такие авары, основным связанные с порывами трубопроводу, были одинковыми. В целом же морозы великой шкоды региону не нанесли. Единичные ситуации были. Это и в Хойниках был порыв водоснабжения, который устранили в течение четырех часов. Несколько домов были без холодной и горячей воды. Это и были проблемы и в Гомеле, кое-какие по жилфонду. Также устранялись довольно оперативно. И в Жлобине был порыв теплотрассы, который тоже благодаря совместным действиям наших работников был. Город остался с теплоснабжением, и работы были выполнены своевременно. Каб покинуть заявку о проблеме, которая отыщется сфера деяности жильево-коммунальной господарки, треба потелефоновать по номеру 115, зворот примуть, проанализують и накирують для выращения. Марина Северьянова, Сергей Камко, утейлеродокомпания «Гомель». Ориентация на внутренний рынок, створение новых маршрутов развития вытворчего туризма. В Светлогорске пройшла диалоговая пляцовка по теме поляпшения туристической привабенности района. Кожный из экспертов выказал свои пропоновы, лепшие из их в ближайшее будущее не будут реализованы. Дмитрий Котов протягнет. Светлогорский район добро вядом и своей промысловостью. Флагманами заявляются такие предприемства, как хималакно и целлюлозно-кордонный комбинат. Специалистов для их рыхтует у темлику и Светлогорский индустриальный колледж. Миновита гэта установа выступила с инициативой звернуть больше пильную увагу на развитие промыслового туризма. Гэты накирунок мая великий потенциал. Есть меркование, что многим же хорам Беларуси будет текаво, деталево ознайомиться с вытворчим процессом на городоутворальных предприемствах. Плануется, что все лето будут распроцованы специальные маршруты. Для их популяризации по максимуму треба выкористовывать сайты и социальные сетки. Здесь действительно производится уникальная продукция, которую, наверное, не знают и можно было бы посмотреть характеристики тех же тканей, несгораемых нитей, тех материалов, которые используются сейчас, учитывая пандемию и в изготовлении средств защиты. Я думаю, это будет очень интересно. Поэтому мы подключаемся к этому проекту совместно с нашими ребятами, учитывая то, что это затрагивает их профессиональную деятельность. Санаторий «Серебранные ключи» – еще одна визитная картка Светлогорского района. За час працы он добро зарекомендовался без арод гостей. Людей привабливая макшимость комфортно отпадшить, отримать якосное лечение и все это по доступных ценах. Однако минулый год стал справдным выпробованием по причине пандемии. За эпидемичной ситуацией, колькость гостей за мяжи изменчилась большим удвоя в сравнении с 2019 годом. Это отбилось на финансовом стане, тем не менее, санаторий не зачинял свои дверы ни на один день и у Вогули спорцевал у плюс. Все лето, надеюсь, связан с якмаго худким поляпшением эпид-ситуации, а лишь все ровно необходимо выкористовывать новые подыходы у работе. В плане корпоративных тимбилдингов, в плане привлечения больше спортивных групп в санаторий, учитывая нашу хорошую спортивную базу, большой бассейн, большой спортзал. Само собой основное направление все-таки это санаторно-курортное оздоровление граждан, как граждан Беларуси, так и граждан ближнего зарубежья в наших условиях. И мы выражаем огромную надежду на то, что скоро все станет свое привычное русло. У любой складанной ситуации необходимо шукать свои плюсы. Пандемия оказала значный уплыв на колькость замежных туристов. Однако свою чергу дозволила больше пильную увагу звернуть на внутренний туризм. Все лет в Светлогорском районе есть, чем удивлять гостей из всей краины. Великие намагания дарыши прикладаются для захования исторической памяти об Великой Айчинной войне. Туристы мают махшимость наведать уникальные в своем роде мемориальные комплексы «Ала» и «Багратион». Эти объекты выходят в маршруты, которые уже активно пропадают туристические компании. Мы должны уже оглянуться у себя и посмотреть, что у нас есть на местах. Как оказывается, наши граждане много не знали развития агротуризма. На те же наши «Ала», «Багратион», «Музеи», какие-то спортивные комплексы, учебно-тренировочные сборы, где мы с иностранными гражданами проводили у себя на базах, на объектах. Но об этом люди-то не знают. Очень мало. Я не хочу сказать, что мы малоинформированы. Мы издаем буклеты, видеофильмы. Везде и в сетях у нас есть информация. Но сегодня тем же туристическим фирмам, тем же объектам агроэкотуризма, тем же предприятиям, которые работают на экспорт, сегодня есть шанс и нам всем развернуться и посмотреть, что у нас есть дома в соседних районах. Это, в принципе, очень правильная и нужная диалоговая площадка. Диалог помещу размовцами отрымался насыщенным и корыстным для кожных азудельников. Лепшие идеи в будущем не будут увособлены у житем. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отеля радиокомпания «Гомель» со Светлогорска. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отеля радиокомпания «Гомель» со Светлогорска. И со Средней Азии в свое время, еще во времена Советского Союза, очень много минералов привозили наши выпускники, которые впоследствии работали в Норвегии, в Африке – это Нигерия, это Российская Федерация, Север и так далее. Музей минералов улицы Ялоги открыли 6 годов тому, хоть экспонаты сбирали неколькие десяти годзел. Директор установы Сергей Цятерин можа рассказать об кожным шмат цикавого. Правда, у совязи с обмежаванностью места на полицах усе разместить не отрымалося. Тут только пятая частка от коллекции минералов. Тут же дзеючий макет сведровинной установки. Миновита на их здобывается нафта с глубинных слоев. Воголе об геологии улицы ведают напыльно усе. И не только ведают. Сегодня это одна громадянская установа Беларуси, где ведется подрыхтовка и переподрыхтовка специалистов Галины, у тымлику с высшейшей адукацией. По час приезду нашей сдымышной группы на учебе находились специалисты Мазырской экспедиции глубокого сведрования. Их задача – освоить профессию подрывника и в наступном месяце приступить до сейсморазведки Валаусского родовища у Лельшеском районе, где могут находиться значные запасы нафты. Дарыш, занятки проводить один и в Беларуси громадянский выкладчик подрывных работ Александр Батан. Дело в том, чтобы руководить взрывными работами, люди должны сами быть специалистами в этом деле. То есть у них должна быть, помимо права руководства взрывными работами, еще и единая книжка взрывника. Этот документ подтверждающий, что человек не только может руководить какими-то работами, но и сам умеет их выполнять. А про шапы дыхтовки подрывников для геологии и водителя у паперовозцы особливо небеспечных грузов, у лицея так само научаются больше, как 300 будущих специалистов легкой промысловости. Сырульники, швачки, официанты. По словах директора, все выпускники будут обовязково забеспечены прационными местами. Колька из заявок удвоя перевышает махчимость лицея. Инша справа, что якость подрывтовки можно полепшить. Сергей Цятерин ведая, как это сделать, и не супрыть обмерковать это пытание на Всебелорусском народном сходе. Во Всебелорусском собрании, я считаю, было бы целесообразно поднять вопрос, чтобы предприятия, которые обладают новейшей базой, была возможность беспрепятственно учебным заведениям проходить на этих предприятиях производственное обучение и практику производственную. Иногда, конечно, бывают такие вопросы, что, к сожалению, база лицея по многим направлениям, по многим специальностям, она не может именно вот эти новейшие ноу-хау предоставить учащимся, которые есть предприятия. Олег Сен-Серов, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра. Электронный кермаш вакансий пройдет завтра в Гомеле с 10 до 12 годин. Свои пропоновые предприятия аккумулютят на один информационный пляс социей и вакансии.by. Тут в онлайн-режиме могчимый диалог наймальника с уискальником. Потенциальный працавник может передать свое резюме и задать питание. Вакансии представили четыре предприятия. Куб «Гар-Электротранспорт», открытые акционерные товарыства «Гомель-Железобетон», «Минск-Рамбуд» и «Гомельский литейный завод «Центролит». Вучиться на помылках инших в Гомельским профессийным лицее и будовников прошла профилактичная размова с наученцами на тему наркозалежности. Подлетки сустрелись с представниками Головного управления адекватной комиссии по справах неполнолетних, наркологичного диспансера и наркоконтролю. На реальных житевых прикладах молодые люди доведались о пронебеспеку забороненных речевов и отказности за злошинство в сфере незаконного оборота наркотиков. Дальше место для такой размовы было обрано не выпадково. Все лето один звушня установы был шпитализованный в стане наркотичного опьянения. Что касается совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, то в прошлом году было значительное снижение по сравнению с 2019 годом. Но хочу отметить, что на сегодняшний момент значительное количество преступлений, которые находятся в производстве, по ним ведутся следственные действия. Поэтому в этом году нам не просто боятся хранить те позиции, которые мы имели в 2020-м. Но хочу отметить, что в январе текущего года мы были беспокойны. То есть ситуация, которая сложилась, то есть два подростка были доставлены в учреждение здравоохранения в состоянии наркотического опьянения. Подчас размовы молодые так само нагадали об работе психологов и социальных педагогов, которые зауседы готовы их выслухать и оказать допомогу. Подобные диалоговые пляцовки отбылся в широку научных установ города. Первого студента в Беларуси начал действовать национальный детский технопарк. В Гомельском областном центре техничной творчести детей и молодых прошел отбор для удела первой эдукации на измене. У сего их дальше будет 9. Первое початково зарегистрировались 15 человек, это наученцы центра. Внутренний отбор прошли 11. После их ждали выпробования, которые подрыхтовали представители детского технопарка. Отбор проходил по трех номинациях – информационная технология, зеленая химия и робототехника. У вынеку уделу первой измене примут трое гомельчан. Тим, кто не прошел отбор, не треба сумовать. У них есть макшимость принять удел у инших испытах, которые будут проходить омаль каждый месяц. Что касается ребят, которые попробуют, ну или пройдут, попадут на смены в национальный детский технопарк, они будут жить и работать в течение месяца в городе Минске. Учиться они будут у преподавателей БГУ и БНТУ, что само по себе уже хороший бонус, хорошая мотивация для стремления. Плюс они будут изучать каждый в своей специальности, в своей специализации определенные направления – робототехнику, IT-сферу. Это и другие новинные информации о проектах телерадио компании «Гомель». Вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Усяго доброго. До встречного эфира. В Калинкович вошел в занос и совершил наезд на УАЗик, возле которого стояли два человека. Одному из них – 83. Оба были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В Калинковичах под лед провалился легковой автомобиль. Сообщение о происшествии поступило в Центр оперативного управления МЧС накануне около 17.00. Оказалось, что на улице Миров, почти высохшее озеро, провалился УАЗ с 1998 года выпуска и самостоятельно выехать не может. Хозяин застрял в машине. При помощи буксировочного троса и трактора, который был предоставлен местным коммунальным предприятием, операция по спасению пострадавшего прошла успешно. Автомобиль был извлечен из воды с наступлением темноты. На пожаре в Будокошелевском районе сегодня утром погиб мужчина. Около пяти утра в деревне Радеева загорелся частный деревянный дом. Крыша выгорела, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество. При разборке обгоревших строительных конструкций спасатели обнаружили тело хозяина. Мужчина не подавал признаков жизни. Предполагается, что причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Всего за прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы семь пожаров, на которых погиб один человек, повреждены семь строений. На оказание технической помощи спасатели выезжали шесть раз. Вот что осталось от дома в деревне Пухович и Житковичского района. Пострадавших нет. Усматривается нарушение правил эксплуатации печи и теплогенерирующих устройств. А это результат пожара в жилом доме в деревне Глушец Реческого района. Пострадала респектабельная внутренняя отделка жилых помещений. Предварительная причина тоже в нарушении правил пользования печью. А так горел трехквартирный жилой дом на улице Литейной в Гомеле. Пострадавших нет. А вот причина также неосторожность в обращении с отопительными приборами. И напоследок посмотрите, как может выгореть детская коляска. В Речице на лестничной площадке жилого дома на улице Григория Ширмы кто-то учинил поджог. Пока это предварительная версия случившегося пожара. Без пострадавших. Помогли растерянные женщине. Сотрудники ОМОНа оказали помощь владелец авто, когда та неожиданно потеряла контроль над автомобилем. В Гомеле на улице Ефремова милиционеры увидели, что женщина заглушила свою иномарку и включила аварийку, а сама сидит в растерянности. Оказалось, что при попытке завести машину двигатель бесконтрольно начинал набирать обороты. Мотор было решено заглушить, и сотрудники методом толкача докатили машину на ближайшую стоянку. Подняв капот, стало понятно, что, скорее всего, у двигателя сломалась форсунка, так как оттуда сочилось топливо. Пытаться вновь завести иномарку было небезопасно. ОМОНовцы предложили довезти женщину, проживающую в микрорайоне Волотова, до дома. Это все новости на сегодня. Освободитесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. В Гомеле проходит региональный этап турнира «Снежный снайпер». В нем участвуют школьники, не занимающиеся профессиональным спортом. Более 350 мальчиков и девочек со всей Гомельской области собрались на трассе для катания на роликовых коньках спорткомплекса «СОЖ». Всего 4 возрастные группы участников. Они соревнуются на трех дистанциях с двумя огневыми рубежами и в эстафетах. Победители будут определены в индивидуальных и командных соревнованиях. Кроме того, что мы заинтересовываем, конечно, ребят к занятиям физической культуры, к занятиям зимними видами спорта, но в перспективе это наши, надеюсь, будущие олимпийские чемпионы отслеживали момент, чтобы ни один из детей не являлся спортсменом какой-то спортивной школы. Эта трасса приняла первых посетителей в 2019 году на объекте два подъема разной крутизны высотой 3 метра. Особо следует отметить стрельбище на 24 мишени для малокалиберных винтовок. Аналогов в стране нет. Комплекс оборудован снежными пушками. Трибун вмещает 500 зрителей. На церемонии открытия они были полностью заполнены. Этот уникальный объект был построен по поручению главы государства Александра Григорьевича Лукашенко. И мы сегодня действительно на этом объекте проводим соревнования на призе президентского спортивного клуба. И вы смотрите, сколько сегодня уже участников принимают активное участие именно в спортивном соревновании под названием биатлон. И ведь сегодня основная задача, которую мы ставим, чтобы из непрофессиональных ребят из сельской местности найти ту же Дарью Домрачу, которая бы прославила нашу Гомельщину, нашу страну. Поэтому 350 участников, которые приехали из районных центров, будут сегодня бороться за победу. Старты турнира «Снежный снайпер» пройдут завтра, а также с 25 по 28 января. По результатам соревнований будет сформирована национальная команда области, которая в феврале представит регион на национальном этапе. В структуре футбольного клуба Гомель произошли кадровые изменения. Новым спортивным директором назначен Виктор Борель. Он входил в тренерский штаб «Основу», был исполняющим обязанности главного тренера. В сезонах 2017-2018 возглавлял дублирующий состав «Зелено-белых», а с 2019 года тренировал юношескую команду Гомеля. Прошли очередные поединки по хоккею среди команд «Экстралиги». Гомель обыграл «Шахтер» со счетом 2-1 и вернулся в гонку за первое место. Шайбы забрасывали Байко и Лисеенко у Гомельчан, Антонович у представителей Солигорска. Лучшим игроком матча признали Елисеенко. «Металлург» одержал седьмую победу подряд, одолев в гостях юность. Итоговый счет матча 2-1. У Мельчан свое имя в протокол внес Кавыршин, у Жлобинчан, Кузнецов и Угольников. Лучшими в поединке признаны Кавыршин и Кузнецов. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на Беларусь4.